Инна Тихнич. Да. Что-то у меня, ну вроде проверяю камеру, все нормально у меня на камере. Не знаю. А у вас изображение не вижу. Почему такое? Вот, что тут такое? А, сейчас видно? Видно? Да, вот сейчас видно. Вот, да, видно мне сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Инна Тихнич, ну вот, давно хотел с вами связаться по телефону. Ваши книги я заказывал у вас с Нового Родиза. Прочитал книги к истинному православию. Хочу поблагодарить за эту книгу. Мне понравилось очень много для себя интересного открыл. И нового. Ну, ваш канал YouTube смотрю. И там многие вот... Некоторые вопросы мне хочу к вам задать. Можно? Какие вопросы? Хорошо. Сначала. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Я это знаю. Я видел ваши... Ну, мы даже не предупредить, чтобы не было... Слушай, говорите. Вы просто много о крещении в этом говорили. Я уже знаю, что с тремя погружениями нужно погружать. У меня вот единственный вопрос. Крещение 19 января, крещение Господня, вот в проруби вкупаются люди. Это запрещено или не запрещено? Много по этому поводу вопросов происходит. Вот у меня вот... Можно или нельзя купаться? Это язычество. Это язычество. Придумали, грехи омываются и проще. Ничего это не дает. Это просто так люди придумали и все. Я, например, добавляю к этому. Раз люди не крещеные, а душа ищет, поэтому на 7 июля Ивана Купала обливаться, пытается как бы что-то восполнить. Только так. В виде юмора, можно сказать. Ничего. И нигде ни Писание об этом не говорит. И какое это отношение имеет? Христос крестился. Но я сегодня купаюсь. И какое отношение? Это не таинство. Ну это просто так, как массовое, да, получается. А то у меня вот в голове думаешь, надо купаться, не надо купаться. Не надо, не надо. Это болезнь. Болезнь народа, который не научен. А еще вот по поводу крещения, да, я как бы не знаю, в детстве я вот я крещеный, ну родители не помнят, как я крещеный. И вот я хочу для себя, вот я как бы пришел в беду, ну с года полтора сам, вот, соузнанно к Господу. То есть, и хочу, вот, никто не помнит, как я крещеный. Вот я хочу перекреститься. Сейчас я там, ну, хожу в храм, постичаю благослужение. И вот, по-вашему, священники, да, вот какому священнику подадили? Сам ли он крещеный или не крещеный? Правильно, неправильно? Вот как это вот? И где креститься? Либо в реке, или в купеле можно тоже вот. Вот у них купель, например, при монстре, там, Тихон-Задонске есть, у них там есть купель, где купается. Вот как это? Купели или лучше там в реке? Или как еще? Лучше, если есть река в проточной воде. А нету, значит, в озере. А если нету, тогда баптистерий. Но обязательно погружение должно быть. Это символизирует о прежней жизни, что она умерла. Это так говорят святые отцы. А что вы не помните, это 6-й Вселенский собор, там, 74-е правило, кажется, об этом говорит. Или 84-е, что если не знаешь, то как не крещеный, да не будешь лишен таликой благодати. Это там материалы о крещении, которые к истинному православию книга, там все написано. Ну, это я там прочитал много полезных, да, открыл для себя. И вот еще хотел бы спросить, вот сейчас многие разгораются в такие споры, может быть, про вот эти вот чипы на лоб и на правую руку, вот на начертание, на это, на нанесение. Так вот про этот паспорт антихлист. Ну, паспорт я понимаю, про заграничный паспорт, но у меня вот тоже этот паспорт есть, как бы сделали мы его, а вот эти вот чипы, я вот там его смотрел, так вот и не понял, на лоб, на правую руку, можете вот пояснить это как? Ничего этого нету, это люди, которые не занимаются благовестием, они все это придумывают. Все к этому идет, на этого нету, нет антихриста и нет печати. Он будет провозглашен правителем всего мира на 3,5 года. И тогда прямо потребует отречения и принятие его как Бога, Бога, не правителя, Бога. И знак этого принятия неизгладимы, начертывается, может на костной ткани, глазами не будет видно, а может быть будет видимо, как денежная система исчезнет. А здесь все твои данные будут, чипы, там чип, сегодня он небольшой, там всего, говорит, может зернышко рисовое. Сегодня еще ничего этого нету. Ну, понятно, а когда это будет, еще неизвестно, правильно? Неизвестно, но к этому приближается, потому что это предсказано Святой Библией. Бог открыл. Понятно. Просто... Ну, говорить очень легко. Вы ничего не принимали, и рядом бабушка живет, она идет в магазин, тогда будет ни продать, ни купить. Определенно. Главный вопрос, купить, продать, решать будет, есть у тебя начертания или нет. А сегодня любой подходит, любой бомж может купить, любой неверующий, любой национальности. Пожалуйста. Ясно, понятно. А еще вот у меня такой вопрос, ну это может быть как бы лично к вам. Про... Вот меня смотрят, да, как бы я у вас заказал там книжки, почитал, рассказал про вас, что есть такой православный миссионер, вот он пишет там такие-то книги, дал почитать некоторым людям, и вот у них, ну они еще пока как бы... Они метаются, то ли прийти в церковь, то ли не прийти в церковь, им понятно, непонятно, они говорят, вот мы не пойдем, потому что там церковно-ославянский язык, вот нам непонятно. Вот показывают там, допустим, вашу общину, а у них много вопросов начинают задаваться. А почему, говорит, они вот там в простой вот одежде ходят, а запрещают там категорично там другую одежду делать? Вот можно другую одежду одевать или надо там в простой вот этой одежде ходить? Вот у них такие вопросы возникают. И вот я вот как бы на этот вопрос им ответить так вот. Это может быть как стяжение Духа Святого, то есть отречение от мира, я вот понимаю, то что вот если вот отказаться от всего, излишнества мира всего. А что означает простая и непростая? Поясните, как это, разделение где грани это? Ну у вас, вы говорите, мы вот ходим в русской одежде, по старой доброй традиции. Да. Вот, а они говорят, а почему мы можем в современной одежде ходить? Или только нам надо ту одежду будет одевать? А современная, что означает? Какое отличие от русской, это я не пойму. Какое? Ну русская, наверное, не думает, что это еще как при царях ходили, а современная вот то, что вот сейчас какая есть. Я вот в какой одежде сижу перед вами? Мы за то, чтобы всегда человек был застегнут. И вот, вот так вот, никакого расстегнутого не должно быть. И больше ничего, это обязательно, чтобы борода была. Это Бог так создал. Бог создал. И который скоблит свое лицо, это человек противится воле Божией. Две мамы в доме. Это все гомосексуалисты придумали. Почему я должен нарушать повеление Божие? Мы в поясе, вот оно, пояс вот надет, и вот он простенький. Его видно, лишь под поясом. Ну почему? Вопрос даже не задается. Иоанн, креститель, говорит, имел кожаный пояс. Христос в откровении с поясом, ангелы с поясом, пророки в поясе, апостолы с поясами. Не берите с собой меди в пояса. Петр в камере был, ангел зашел, ему, говорит, припояшься. То есть пояс снял он. Павел когда был, ему встретился, ага, взял пояс, говорит, чей этот пояс, того так свяжет. Павел был, все с поясом. Распоясанных нигде нет. У нас, возьмите, в армии ремень, милиция с поясом, монахи с поясом. А что это за расхлябанность такая? А пояс, пояс он должен быть вот такой, или, например, как кожаный пояс тоже может быть? Какой есть, лишь бы был пояс. Пояс. Да еще раз показываю. Это вот он, мне меньше пальца, даже вот рядом палец поставлю. Но он пояс, его видно, что это пояс. У нас без пояса никого нету. И в деревне такой обычный мальчишки, в школе все пояси. Вы посмотрите, даже старые картины Поленова, Сурикова, Репина. Там рисует, он рисует художник. Фотографии не было. Все с поясами. Фотография. Лев Толстой стоит, вот так рука у него стоит, вот так рука. Ну что, он глупее нас был? Да нет, конечно, нет. Ну вот выступает народный казачий хор какой. Посмотрите, какие рубахи у них. И как пояса с кистями висят. Более 108 раз, кажется, в Библии говорится пояс. А без пояса ни разу. Один раз поясавшийся там рабсак был и языческий пришел. И все. Мы ничего нового не вводим. Мы просто говорим, полюбите Бога, полюбите Его Святое Слово. Святую Библию. Вот мы читаем сейчас это. У меня вот есть друг, один католик, один баптист. Кстати, и вот мы недавно с ним тоже, по-вашему, смотрели. Вот вы рассказывали об иконах и о поклонениях святым и ангелам. И вот он в процессе нашего, скажем так, исследования Библии, вот я ему говорю, что вот можно, да, вот ссылки ваши давал, какие вы там говорили, в своем видеоролике по Ютьюбе. А он говорит, вот особенно, где вот там Евреям 22, там, и еще Исаи, там, 48, 8. Он говорит, все это говорится не об ангеле, а это ангел, потому что это Иисус Христос был. Вот правда Иисус Христос был и ангел все-таки это был. А где, в каком месте это, конкретно? По-моему, вот Евреям 22, 22, по-моему. Так, подождите. Давайте, прям сразу я открываю сейчас послание к Евреям. Каких-то 22, там и глав столько нету. Вот к Евреям. Вот я открываю. Там всего только 13 глав. Какая глава к Евреям? Ой, к Евреям, так. Я не знаю, записал там. Вот еще Исаия 48, 8 еще есть. Ну давайте Исаия 48, 8. Я записывал под вашу диктовку, где-то успевал, где-то не успевал. Я сейчас открываю. И сейчас прочитаем, чтобы понятно было, о чем речь идет. 48, 8. Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником. Вот это? Да нет, там как-то... Сейчас, секунду. Вот я тут 48, 8, Исаию. А Иоанна 15, 14 сейчас все. Кто? Иоанна 15, 14, 17, 22. Подождите. Книга пророка. Какого пророка? Иова? Иоанна? Нет, Иоанна. Иоанна? Это Новый Завет. Ну да, Иоанна. Какая глава? 15, 14 у него написано, 17, 22. 15, 14. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. И что тут? Нет, здесь не тут. Там где-то вот есть в Ветхом Завете, я вот помню, то, что когда пришел ангел Господень, и там они припали к нему двое. Сейчас, секунду, может найду, не найду, что-то. Что-то двое, я такого не припомню. Это вы имеете в виду, наверное, отец и мать Маной с женой. Да, да, да. С этого, Самсона, так? Да, там они потом пришли, и ангел, они ему поклонились. Ну, ну, ну и что? И он говорит, что это ангел, то есть Иисус. А с чего он взял это? Ну, он говорит, потому что, говорит, он в виде ангела приходит Иисус. Ну, да, приходит, а здесь данном конкретном-то. Слушай, почему он решил, что это ангел? Из каких данных это видно? Он никаких данных не приводит, говорит, что это Иисус, и то, что, говорит, о нем пророчится, о нем говорится. То есть он принял облик ангела, и, говорит, пришел в виде ангела, так как с ним были еще ангелы. Может быть, это когда Аврааму явились, а здесь ангел был. Так нельзя везде переносить. Действительно, в виде ангела, это есть такое. В Откровении такое показано. Откровение есть. И вот когда Аврааму явилась в Троице, там Господь был и два ангела. Но там и понятно, откуда. Он называет себя Господом, а здесь-то ничего этого нет. Здесь был ангел. И ниоткуда это не видно. Ни из предыдущей главы, ни из последующей. Это он вольно толкует, а это не разрешается делать. А вот еще Иисус Новин. 5.13. Иисус Новин, находясь без силикона, взглянул и видит его стоять перед ним человека. В руке его обнаженный меч. Как? Так, подождите. Глава какая? 5? Иисус Новин, 5.13. Ну-ну-ну. Это Господь. Так. Дальше. Иисус, находясь без силикона, взглянул и видит его стоять перед ним человека. В руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наши ты или не приятели их наши? Вот здесь это кто был? Иисус? Или Иисус Христос? Иисус это Иисус Новин. Иисус Новин. Нет, я понял. А вот который был в руке, его обнаженный меч. Он сказал, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда. Иисус сказал, я вождь, вождь воинства Господня. Ну, я понимаю, что это архистрадик Михаил. Да, может быть и так. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему, что Господин ему скажет рабу твоему? Вождь воинства Господня сказал Иисус, сними обувь твою и оба с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, место свято. И все. Это ангел. А что Михаил это? Ну, по всем признакам похоже, что он начальник воинства Господня. Потому что в другом месте об этом говорится. Вот. А так, как мне объясняют, они говорят, это все Иисус Христос. Да нет, нет, зачем? Он объяснял. Но он объясняет, должен на чем-то обернуться. Он не говорит, я Иисус, и говорит, вождь воинства Господня. Я не сказал, что Господь. Но президент и министр обороны, это же разные лица. Это я понимаю. Я просто с ним беседовал по этому поводу. И вот он везде мне указывал. А вот там еще было так, когда Иоанн Предвечер называет ангелом, да? И сначала ангел. Я явлюсь перед тем, как-то, я не помню по Библии, как, но когда он говорит, я пошлю сначала ангел. То есть он имел в виду Иоанна Предвечер, а потом другой ангел, который возьмет грехи мира сего, пошлю. Как-то там вот так тоже в Библии написано. Просто дословно не помню. Понятно, понятно. Это вы имеете в виду Малахия? Третья глава. Третья глава. Вот сейчас мы ее прочитаем, как есть. Вот третья глава пророка Малахии. Вот я посылаю ангела моего. И он приготовит путь предо мною. С большой буквы. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. И ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет. Вот в данном случае говорит ангелом, называет Господом. Тут прямо показано ангел завета, которого с большой буквы вы желаете. Он называется ангелом Господь. Понятно. Ангел завета. А вот перед этим. А перед этим и Анкреститель. Тоже ангелом называется. Тоже ангелом одновременно называется, да. В одном стихе. Ангелом называется ангел, и ангелом называется Господь. Ангел это в переводе так оставили. Вестник. Вестник. Я просто увидите, получается, что говорят мне чуть неправильно. то, что ангел... Везде ангел это Христос, как бы они вот так поясняют. Христос это или Господь показал себя в этом виде, но тут сказано определенно. Ангел Завета, с большого уха которого вы желаете, ангелом Завета назван Господь Бог. Тогда мы еще не знали, ребят, как мы знаем, Иисус Христос. Мы можем предполагать, что именно так. Но тут прямо показано. А там впереди, где Маной с женой поклонились, там не ангел, и все время, где говорится ангел, думать, что Господь, это неправильно. Явился ангел Марии и сказал, да ангел явился. Ангел благовествует. И так и рисуется ангел Деви Марии. У нас слово ангел встречается много раз, вот, и поэтому настаивать на том, что везде ангел, Господь, это никак. Ну, да я так думаю тоже, что... Так. Ваше язык я вот недавно вчера раздал в храме, в Нововоронежске, раздал, так, конечно, они посмотрели так на меня, а что, от чего, откуда. И вот просто я решил проверить, да, вот там у вас сказано, там, про циргонославянский язык, вот зашел, спросил у меня, говорю, а можно мне молитвослов на русском языке, на понятном русском языке, так как я хотел более понять, вот, молитвы все, вот, как бы, их я знаю на цирковно-славянском переводе, вот, за год я вроде их изучил, как я пришел, буквально на полтора года назад, и говорю, дайте мне на русском языке, можно заказать у вас. Они говорят, а зачем вам заказывать на русском языке? В принципе, все так понятно, а вот там женщина, которая в лавке торгует, я говорю, взял молитвослов, и прочитал ей одну из молитв, говорю, поясните, пожалуйста, вы здесь понимаете, там она такая, не совсем, не все, я понимаю, говорит, видите, зачем мне нужно, со слов на русском языке, чтобы понять, я говорю, не только мне, а тем людям, которые, чтобы поняли. И вчера прочитали там «О божественной дургии», тоже прочитали стих из апостола Павла отрывка, и из Евангелия. Я вот говорю, вот вы понимаете, что там конкретно написано, люди просто, многие стоят, смотрят, я раньше этого не замечал, а вот благодаря вашей книге стал замечать, и это видеть все, то, что там происходит в храме, как бы мне вот это, ну, что-то переживаю я за это, если честно, и вот хочется, чтобы люди немножко хотя бы раскрыли глаза на это все происходящее. И вот она говорит, нет, я мало чего понимаю, вот из божественной дургии что там происходит, ну, тот человек, который торгует в лавке, я говорю, вот видите, как получается, все плохо-то у нас. Она говорит, да, ну, так вот как-то получается. Я говорю, ну, ладно, вы мне дай, молитва слов-то закажете, ну, хорошо, мы закажем вам, молитва слов, ну, не знаю, молитва слов заказали, раздал ваши визитки, они люди такие, ну, многие смотрят, такие, ну, мы туда посчитаем, посмотрим, поглядим, вот потом, какая реакция была, даст Бог, расскажу вам, помогло мне, теперь об ангела. Я сейчас посмотрел по поисковику, сложил с них каноническими книгами, себе напишите. Слово ангел в полной Библии встречается 371 раз. 371. Из них, в виде ангела являлся Господь не больше, чем о нем говорится, не больше пяти раз. Ну, еще непонятно. А 366 раз-то ангел, именно ангел, но и пять раз, ну, к примеру, я говорю, пять, может быть, четыре, но не больше пяти раз, где ангелом назван Господь. А еще у нас вот такое пошло с ним, баптистам, вот только не хватает, я так понял, что это рукоположение. Они не церковь, потому что они сами возникли спустя 17 столетий. Но он мне утверждает, что они рукоположены. Я говорю, кем вы рукоположены? Он утверждает, еще из этого, ну, пусть докажет. Я просто, я говорю, а докажите, докажите, он говорит, у них же вот сошел кто там, Лютер, кто не сошел в сам себя крестик. Лютер монах, он даже священником не был-то. Как он может рукоположить? Послание к евреям, 7 глава, 7 стих говорится, без всякого прикословия, то есть, даже не принимай никакого прикословия. Меньше благословляется большим, то есть, меньше священник, а епископ больше. Епископ рукополагает. К титу 1.5. Ну, так вот они, получается, не церковь все-таки. Не церковь. О никаком спасении речи даже не может идти, согласно Святой Библии. Спасение в церкви. Церковь это корабль. Вне корабля нет спасения. Но теперь они церковь. А от 2007 дня и таких названий, иеговисты, там, 50-ники, харизматы, сегодня считается 21 тысяча. И все разные, друг друга не признают, что это все церковь. Церковь основана была в день Пятидесятницы. Если они скажут, ну, все вот так вот не соглашаются, вы скажите, вот вы баптисты, напишите свое учение. Вот вы не принимаете крещение детей. Они не... Иконы это идолы, да. Теперь назовите во втором веке кто так понимал, как вы. По именам. В третьем, в четвертом, в пятом. И они до 16-го, 17-го века никого не покажут. То есть нету, это обман. Сатанинский обман. А мы можем показать, что Дея Святых, мы можем показать с первого века Игнатий Богоносец, Ириней Леонский, Ефрем Серин. Ну, просто всех можем показать. Вот и все. А у меня другой вопрос. Как им стать церковью, чтобы вот... Положить, получить рукоположение. Я им прямо... А кто им должен рукоположить? Я им говорю конкретно. Изберите из себя, кого они называют себя, и епископами, это все фальшивые. Вот. Теперь договоритесь с кем-то, у кого есть. Это католики, православные, Григория и Армяны, копты, сирийцы. Все. Те, которые сохранили рукоположение. Договоритесь с ними. И чтобы вам рукоположили двух или трех из ваших, которые есть. Но это сделать никто им не сделает. Потому что они останутся в ереси. Они должны сказать, что мы никогда не будем клеветать на Божью Матерь, что у нее дети были. Что они должны дать обещание, что святые изображения, иконы никогда не будут назвать идолами. И так научить своих последователей. То есть они пусть без икон будут, но чтобы не хулили. Это непременно нужно с них взять. А если они это будут делать, они сразу теряют все. Даже с рукоположением они будут еретиками. Они должны принять догмат православия и Духа Святого, и же от Отца, исходящего, отца отца, отца мы сыном с поклоняемой ислайма. Наш символ веры. А если они скажут, а мы хотим католически, пускай от отца и сына исходящего. Это не смертельное. Половина святых отцов понимали именно так. Вот так нужно рассуждать. Тогда они будут церковь. Только тогда. Пусть они ризу не имеют, но я определенно четко говорю. А что внешнее? Внешнее, чтобы бороду не трогали. Это определенно. С бородой это какое христианин? Это фальшь, обман. Вот сниз бороды как хочется бородать. Но я раз не брил бороду, а на работе работаю, и мне сразу за нее спрятать. Это договорная лукавая. Что ты работал? Ну где ты работал? Вот у нас ребята работают где? Краевая прокуратура, следователь по особо важным государственным преступлениям. И он с бородой. У нас идут войны с бородами, все служат, никого не трогают. Это отговорка. Страх обожает. Нет, я просто попробую, я хочу. Не надо пробовать, не надо. Не трожься. Выбросьте сегодня меня спрашивать, что для этого нужно. В первую очередь выбрось бритвенный прибор, ну шнур отрежь, только сегодня уничтожь ее. И все на этом кончилось, и сатана от тебя отползет. Это называется блудодейная ересь, это наклонность к блуду. И все, не надо тут лукавить. Женщина скажет, как Русь жила. Посмотри на картинах, где безбородые были. Все пророки с бородами, все апостолы с бородами. Это изнасилование с самого себя. У вас к истинному православию обрадобрите, прочитайте. Я это все прочитал, я все это понимаю. Теперь совесть только пробудите, свой страх Божий имеете. Если в земной Иерусалим Давид не пустил порченые бороды, а мы идем в небесный Иерусалим. Вопрос снятый. Не надо это лукавить-то. Под мир не поделайтесь. Дружба с миром есть вражда против Бога. Я спрашивал, если бы все в мире сейчас носили бороды, ты его брил? Нет. Ну вот и все, ты мирской человек. Рожденный свыше никогда не прикоснется. Это мой образ, который дал Христос. Я в малом должен быть верен. А ее вообще нельзя будет никак не подравнивать, да? Нет. Вот он, Володя снимает. Посмотри, какой он. Какая там бородинка-то? А он и не трогает. И у нас сколько таких людей. На каких должностях важных, преподавателей, даже в школе. Я уже называю там программисты. Где бы ни работали, у нас ни один, ни одной волосинки не трогают. Было тут глухонемой там, не знаю, еще с ним выпил или что-то. Пока борода не отросла, он соглашенными стоял год-два. Я вот пришел, когда я из лагеря, я не преступник. За слово Божие сидел. Вот. Ну, там брели меня. Я не брился, я бритву в руки не брал. Ну, там насилие они свалят, что угодно сделают. Но когда я вернулся, я в церковь не ходил, пока борода не отросла. Меня священники навещали на дому. Почему? Я скверненный, опозоренный. Ну, у вас же вообще есть какие-то, наверное, что вы там причине, ну, какие-то письма, даете какое-то заявление, что вы там православный человек, что у вас какие-то там, ну, документ какой-то, да, есть. Ну, допустим... Просто вот, например, в армию идти, да, допустим, какой-то документ вы даете людям? Да, да, да. У нас служат на альтернативной основе. Идут в армию все. У нас нету, чтобы там откосил, болезнь придумал, но оружие не берут, присягу не принимают. И они служат там дольше, больше там за больными ухаживают. Ну, что положено, скажет государство. И к нам претензий никаких нету. Никто бороду не трогает. Еще ради трогать ее. Это Бог так создал меня. Тогда я буду протестовать там транссексуалом становиться. Что-то дурью мается-то. О чем разговор идет? Ну, ты православный, так ты пойди, посмотри по иконам. Вот у меня висит Сиксинская Мадонна. Это католическая. Рафаэль там рисовал. Но и папа Сикс с бородой. Католики-то уж вели, это спустя тысячелетия только вели у себя. И чего ради? Это непонятно зачем. Я мужчина. И по всему видать. У молодого нету бороды. Борода показывает на возраст. Седина. С ней приходит мудрость. Ясно. Спасибо за это. Буду стараться. Как вас фамилия? Васильев. Васильев, да. Мы с вами хорошо установили связь. Вот, Александр. А тут у вас что-то нету в этом-то. Так, вы получили, что? Новый завет, трехтомник и к истинному православию. Да. Ну как, понравились книги? Я говорю, да, к истинному православию. Я ее все прочитал, понравилось. Да, вот просто у нее вот эти вот... Я просто хотел сказать по поводу бороды чего. Я говорю, на станции работаю, на работу и решил отпустить бороду. Сразу на меня убери, как чеченец похожий, сразу сбери, и мы тебе выйдем с работы. Вот мне как поставили вопрос. Поэтому... Поэтому ты трухлявый. Никакой. Мы ездили на машине, мы проехали все государства. И все с бородами. Мне нужно какой-то документ принести, чтобы они от меня отстали. Не надо, не надо никаких документов. Это такого нет. Вы сами на себя накручиваете все. Я с бородой, имею полное право. Смотри, Карл Маркс, Фридрих Энгис, Ленин. Вы своих вождей посмотрите. Ленин сидит, старшему 30 лет, 6 человек сидят, все с бородами. Это никогда не было, чтобы бороду бреют. Это язычники. Да и то еще даже дикари, и то они все бороду бреют. Зачем это так? Вы полюбите образ, данный вам Богом. Вы посмотрите. Мусульмане там где-то усы только подбревают. Евреи вообще не трогают. У них полностью соблюдают. Мы имеем перед собой Святую Библию, которая нам говорит, как надо вести себя. Чего вас так борода тревожит? Жена скажет на работе, про справку, да чего ради-то? Я вот на военном билете, так это, с чем меня сравнивают-то? Мне 76-й год, тогда вообще смотрели. Я уже с бородой. Я узнал, нельзя, и все кончилось. Никто тебя не заставит, ничего не скажет. У нас было тут, которым приставали, а потом сразу все заглохло, и нет. Блудодейная ересь. Как правило, жена, там мать начинает что-то. Покажи свое лицо. Александр Невский говорил, посмотри на наши иконы. Александр Невский с бородой, Серафим с бородой, Сергий Районский с бородой. Ты-то кто? Яйцовидное и лисо. Зачем тебе это? Ты любого света, Игнатия Брянчанинов, Пеофан Затворник, Кронштадтский, любого назови, все с бородами. Ни одной иконы нету без борода. Ну, там есть молодые. Это Пантелеим и Иоанн Богослов, там 16-летние мальчишки. Сразу, решительно. И покажи, что ты мужчина именно. Кого считать-то? Даже Стерликов, этот разрушитель, вообще ничего не признают. И тот с бородой. Я говорю, даже за мужчину не считаю без борода. Дуйгин там Александр выступает. Посмотри на шахархиерея, патриарха Кирилла. Нам что православного говорить? Неужели мы на папу подражать будем? Еретики нам не нужны. Мы православные. А еще, Игорь Михайлович, вчера слышали, Филарет поехал просить оружие за Украину просить. Видели вы, нет? Когда Патриарх Филарет поехал просить. Оружие просил? Оружие просил, да. Ну, если признали, признали, что воевать можно, то Филарет ничего особенного не сделал. Если можно бить врагов отечества. Зачем туда лезут? Какой Донбасс? Это территория Украины. Затеяли. А сейчас к Путину. Путин виноват. Не присылает войска. Сейчас прям обращаются оттуда к Путину. Дальше продолжать. Ну, у нас сейчас, допустим, в Воронеже, они сейчас будут говорить, Воронеж наш. Ну, и что, согласятся? Чечня хотела отделиться. Что с ней сделали? Пятиэтажные дома крушили, в прах превращали из одного снайпера. Что удивлять? Это когда они начинали там только-только, я уже все кричал, не делайте этого, не делайте, это кровь. И при том, что они там делают? Гуманитарная помощь сколько шла? Один состав только дошел. Остальное все продали, распродали. Сегодня выступают, и выставлены материалы. Не надо этого делать было, никак. Да вот они говорили, на русском не говорите. Обман. Ничего этого нету. Мне с Украины пишут со всех концов. В 13-м году мы вдоль и поперек Украину проехали. И Крым, и все. Я везде библиотеки оставлял, книги свои. Это один народ. И сделали, что славяне, христиане, православные воюют друг с другом-то. Нормально разве это? Ну, это считается, как масоны, наверное, ложи. Конечно, они сидят за кулисами, там думают и натравливают. А что нужно делать? Молиться. Ничего не надо делать. А они там, ну, то, что показали бы сейчас разрушенные, сожженные, убитые, оттуда приходят карательные отряды, этих уничтожают. Ну, все, показали, кто говорил, давайте проголосуем, отделимся. Это не Крым. Крым всегда был русский. Крым никогда в Украине. Это дуралом, этот бесноватый Никита Сергеевич отхватил туда его. Крым всегда был русский. Народ пожелал, пришел сюда. Ну, и все на этом. Ну, татары, я не... Меджрис их не захотел присоединяться. Ну, а куда денешься? Общее. Крым это отдельная история. А Украина, это украинские города испокон вехов. Что ради отделяться-то? Да мы вот... И то, что тут просит этот Филарет, это преступление по-серковному или не преступление? Православные всегда шли на помощь. Попросила Грузия, туда войска ввели. Это при царе еще было. Попросила Армения, ее приняли под крыло. По Евангелию это грех. По Евангелию, я говорю по Евангелию, по Евангельской вере. А если по тому, как православные испокон веков веевали, Филарет, а Денисенко, он ничего не сделал другого. Это православные сегодня это делают. Обращаются за помощью. И оружием снабжают всех. То есть по Евангелию греет, а так вот это нормально. По этому лживому православию, лживое православие, так называемое, не настоящее, тогда можно это все делать. Можно. И нам нельзя судить другого. Другой судить, говорит, на себя надо оборотиться. Сучки в глучевом глазу не считать. Да, он не прав, что он патриархом стал. Не прав. Его отлучили, он анафиями предан. Но здесь не об этом речь идет. Я его не считаю никаким. Почему? К нему на исповедь я бы не пошел. Никогда. Я говорю про Филарета. Я понял. А теперь вы, к которому пойдете креститься, вы там вскользь сказали, а он сам не крещен, и на это уже смотреть не надо. Принимать руки. Лишь бы он согласился, троекратно вас погрузить. И будете нормально. Ну, бороду не трожьте. Это однозначно. Вы будете избегать встречи со мной дальше. У вас не будет желания встречаться. И вы безбородом умрете, и тогда увидите. Безбородок даже на кладбище не хоронили. Раньше было. Безбородок не отпеваемы были. Их считали как псов смердящих. И раньше, видите, и не знали, нас никто не учил. А вот я так буквально, говорю, вот год это изучаю. Только в вашей книге про бороду встретил. Больше я нигде не видел, не встречал. Ну и что это означает? Ну теперь вы не имеете права отговариваться. Я привожу к... Нет, я теперь не отговариваюсь. Я теперь хочу, наоборот, что это все делается. Я привожу жития святых. Мы православные. Я хочу просто к этому, как бы еще все это... Витая Библия... Не пришел, наверное, еще, скорее всего. Вы в Библии не найдете, где бы одобрялось бородобрить. И нигде. Это изыщество. Изыщество. Все пророки с бородами были. Их так и рисуют. А я не ищу этого. Я хочу, чтобы... Наверное, как вы говорите, еще... Все, сегодня решите. Сегодня и на этом все. Вам на это благословение Бог дает, не я. А попы какие... Это Украина заразила все. Украина. Ерести. Поэтому война его постигла. Там все еретики собрались. Бродобритые. Ну и пускай они бреются. Это их желание. А еще вот это... Вот в Библии написано, что... Один тратай у вас. Иисус, ну, Христос, там сказано. Библия. Я, конечно, не могу... Один посредник между Богом и человеками. Да, один... А вот поэтому баптисты говорят, зачем вам вы святынь молитесь? Вот у вас один. Вы же написано, но он за эти, говорит, один. Это вот как выяснили вот эту вещь. Они сектанты. Потому что они секты. Секты от узла взгляда на истину. Они берут один стих и дальше не видят. Почему? Чему? Пусть Библию считают. Они Библию совершенно не знают, а в руках ее трепят. Я вам говорю, 12.28. Просчитайте к евреям. Мы приступили к духам праведников. Приступили как? К молитве? По-другому никак. Не к праведникам, а к духам, к души которые. Вот и все. Один, говорит, ходатай, со стороны, между Богом и человеком. Они не понимают, что между Богом и человеком это одно, а между человеком и Богом это другое. А какая разница? А вот возьмите, идет подписание капитуляции безоговорочной Германии. Со стороны советских, со стороны, там Жуков, другие, а со стороны оттуда, там Кетель и другие, там всего два человека, а тут 15. Со стороны Бога один ходатай. Один. А со стороны людей много ходатай. За нас молится апостол Павел. Вот я так, в принципе, ему и приснил, они вот отбрасывают. Ну, конечно, ладно. Будем за них молиться. Еретика после первого, второго вразумления отвращайся, ибо они осуждены, будучи самоосуждены. Апостол Павел это сказал. Он еретик. Он не в церкви. И у него нет правильного мышления. Они духовно больные люди. Они поврежденные. Ну, вот вообще с ними общаться полезно или не полезно? Не полезно вам. Вам конкретно не полезно. А у наших, которые знают, полезно. Мы ходим с ними. У нас из сектантов, сколько людей пришло, стали православными, батюшками стали. полезно. Полезно. А когда вы такие безбородые, да что вы можете сказать? Лучше сиди дома. Сходил в церковь, помолился, вернись. Там славянский язык, никто не понимает его. Надо на русском считать. Но у нас служба идет на церковном славянском. Но мы добились, что все, что из Библии, Псалтырь, Евангелие, все считается на русском. Мы нашли золотую середину. И нас не трогают. От которых уже ушлые. А давайте все сейчас сделаем. Надо понимать. Нам никогда этого не позволят. Мы православные. У нас больше половины на русском языке. Но где библейские псалмы поются, не считаются. Считаются по-русски, а поются по-славянски, по-церковно-славянски. Вот. Мы не пошли на рожон никуда. И все это медленно. Нам запрещено было о русском языке три года говорить. И мы дождались три года. И 15 мая это было запрещение от архиерея. И мы сказали, все, мы выходим. И нас оставили в покое. А теперь архиерея сам по-русски считает. Мы избрали золотую середину послушания церковному началью. И в то же время мы знали, как надо делать. Я когда начинал говорить о полном погружении, всем архиереям рассылал, от руки печатал, компьютера не было. Писал и писал. А сейчас почти во многих местах строят. Вот и все. И крестят. Ну, не везде сразу. Ну, понятно. Ну, спасибо. Все, в принципе, у меня вопросов больше нет. Пока. Слава Господу. Если ничего нет, значит, у вас какие-то товарищи, друзья там есть, как говорили, там баптисты, пожелают о ней беседовать. Вы, значит, там, ну, не раньше, как неделя через две, они не хотят с вами беседовать. Ну, вы, вы скажите. А я говорил, они... Ну, все, больше не надо, не надо. Значит, они не избраны, один ответ, они не избраны, не прописаны на небе, им это не надо. Они в этом остановились, вот, у них нет рукоположения. Они начали искать. У нас было такое, тщательно расследовали, поехали на запад, везде все, архивы, нигде ничего нету. Нету, нету, они не церковь. И поэтому держись за православие двумя руками. А он не такой, никуда, ни шагу. И меня Господь привел к православию, и поэтому я и праздновлю держу. Держись. И еретиков не слушай, не разговаривай. Если есть крепкий кто-то, с ним разговаривай. А вы скажите, я не знаю, пригласите сюда, скажите, задайте вопросы, я им сразу буду отвечать. А раз не идут, они еще не пришли, уже белый флаг выкинули. Я говорю, призывай любых еретиков, амигависты, свидетели Иеговы, баптисты, пятидесятники, любого. И мы помолимся, и Бог может им открыть. Пригласите еще раз. Скажите, вы разрешите свои вопросы. Вот какие вопросы они вам говорили, вы их озвучили. Я вам все ответил, они не правы, ни в одном вопросе они не правы. А где назвали там в виде ангела Господь, я сказал, вот 371 раз ангел, и не больше, как 4-5 раз, только где под видом ангела Господь. А остальные это 365 раз. Кто? Это ангелы, именно ангелы. А они везде все заодно считают. Это глупость, узость взгляда на истину, узость. Согласен ли? Православие это широта, это объем, оно все захватывает. Я спрашиваю, скажите, вот в Ветхом Завете были прообразы, они не понимают совершенно ничего. Скажите, ковщег был? Ну да, был, они знают. А помните, Оза перевозил, наклонился, и он коснулся, и Бог убил. За что он его убил, когда он наклонился? Они не могут ответить на вопрос, потому что это Божье дело, и оно выправляется нечеловеческими руками. Это против сектантов. Спросите, 16 глава, где дофан, Аверон и Кореевич стали добиваться священства. Число, 16 глава, это роковой стих для сектантов. И вы их не упускаете из этой главы. Число, 16 глава. Это самый страшный грех на земле, ересь. Это страшнее блуда, страшнее убийство. Ава Агафон согласился со всеми обвинениями, а когда сказали ересь, он вытер глаза и говорит, никогда. Любой грех это не мощь плоти, не бодрствование. А в ересь пасит, осознательно, умом отсекается от тела Христова. Вы с ними разговариваете как с середиками, не ругайтесь, ласково, внимательно, но говорите, вы не церковь, нет у вас пастырей, нет священства. А это все выдумано самозванцы. Самозванцы. Никто их не рукополагал. Очень просто. Я говорю, вот сектанты, баптисты, скажите, от вас сейчас вышли молодежь, 15 человек, и они сами себе рукоположили. Вы признаете, они говорят, нет. Я говорю, ну вы-то первое начало такое имеете от Джона Смита. Он сам себя крестил, сам себя рукоположил. Что спрашиваете-то? Как малые дети. У православных никогда не было без рукоположения. Любой наш смещенник стоит всех до одного пресвитера у баптистов. Он имеет право отпущать грехи. Я могу на исповедь пойти перед ним. Ему дана власть, кому простить и проститься. Но если уже знаешь явно, что он беззаконник, о которых Андрей Кураев говорит, там голубые, тут уже надо архиерею сказать. А если архиерей такой, в Синод пиши. Сам не объявляю его еретиком. Но если он все нарушает, явно, что он еретик. Иди другому, батюшки. Никуда от православия не на шаг. Там везде смерть. Хотя они меня уговаривали, раздавали. Я его нет. Я его пришел. Ничего нет. Они ни одно место писания не могут толковать. Я говорю, скажите, Ковщек на что указывал? Они не знают. Ну, я говорю, открываем. Первая книга, Сарс, пятая глава. Вон в плену был Ковщек. Ковщек это обыкновенный ящик. Обыкновенный ящик. Но там лежали, скрижали. И жители Бевсомиса, они были на поле, там жатва была. И они подошли, заглянули. Обыкновенные, плетали жит. Погорнулись и пошли. И вдруг один упал, второй упал, третий. 50 тысяч и 70 человек мертвыми лежат. За что? Скажите этим еретикам вашим. Скажите. Обыкновенный ящик. И они не смеялись, не плевали, не хватались за него. И Бог убил 50 тысяч. Это даже Сталинградскую битву в один день столько не убивали. В один день. И 70. Точный счет. За что? За что? А то, что это ковчег указывал на Божью Матерь. А внутри лежало Слово Божие. Слово, начало, Слово стало Богом. И Слово Божие было Бог. Первая глава, первый стих Евангелия от Иоанна. Вот. То есть, они полюбопытствовали, не признали святыню. И Бог сразу убил их. Это участь сектантов. А они начинают о Божьей Матери исследовать, говорят, они скудоумные. Так а что все, все? Иначе бы они поняли, что они не в церкви. Вот у них там кто-то обмирает, что-то видит. Это пограничное состояние, как Серафим Роуз говорит. Дьяволы являются. И ни разу им никому не открыто, что они не церковь. Что тут непонятно? А православные это видят? Все по-другому выглядит? Ну, все, в принципе. Спасибо вам. Слава Богу. Слава Богу. С Богом. Спасибо. Как Господь устроил. Слышу. Сниги у него уже есть. Вот теперь решаю. Нужно, не нужно. Под кайфу говорить. Я считаю это нужно, необходимо. Новый человек. Вот он узнал, написал. Сегодня сейчас написали. Из Молдавии. Только получил. Мы, говорят, давно уже у вас в интернете. И я, говорит, стал ходить в церковь, а уже все забыл. И жена, там кто еще у нее? Там ребенок, что ли? Дочь вроде. Мать, кажется. Мать. Дочь, что ли. Все стали ходить в церковь. Благословен Господь. Слава Богу. Все это выглядит. Маленька.